Вот они, сладкие, сидят, режут здесь огурчики. Мартуся ест, а мама режет. Мартуся у нас пройдение такое. А по-моему же будет. У меня подруга Даша приехала, мне показывает свои лайфхаки классные. Очень классно, такой маленький блендер на зарядке и еще и стеклянный и бесшумный почти что. Можно так сделать, потом крышечку одеть и пошла. Кайф. А он осилит банан, зелень перемолоть? Не знаю, не пробовала. Ну, наверное. Конечно, тут нормальные ножи. Классно. Очень красиво, Вов. Даша мне дает попробовать свои какие-то витаминки. Нахимичила сама. Классно. Вкусно, скажу. Климу даже понравилось, да, Климатик? Да. На что похоже? Похоже на что-то горькое и что-то сладкое. Ну, не знаю. Кислоты они такое дают. Ну, прямо кислоты. Угу. Что, Вов? Ну, а ты не доедаешься, да? Не доедаешься. Ну, ты потом хочешь просто меньше есть. В общем, здесь витамины группы В, что у тебя еще там есть? Да, все есть. Женские витамины, да? Да. Тислоты, да. Протеин, коллаген. Угу. Здорово. Катюшка, мам. Катюшка, горячо может быть. Осторожно, осторожно. Клим, смотри, ты расплавил саму чашку. Реально? Ее нельзя было в микроволновку ставить. Вот я дурак. Мама, я не знал. Я реально не знал. Погодите, пацаны. Клим сегодня супер аниматор. Он вспомнил в себе внутреннего ребенка. Разыгрался. А мы защищаем мышоники. Молодцы. Интересно с Климом? Да, у меня есть поле жладей, а мы добрые. Да. Ты хороша. Да. Обязательно. Они его слушаются, все, что он говорит, делает. Ой, полгисики маленькие. Это ножки, чтобы на этот раз заболвину шейку. А если они упадут, Клим? Нет, лучше не из-за ножки. Ладно. Так, подождите. А мы это будто бы... Мартуся там ходит с вишенками. Подъедает. Это такие вот дикие вишенки, не знаю как. Нет, подождите, подождите. Все, давайте теперь становитесь маленькие, но вкусненькие. Как я вас связывал. Вот так вот. Бабуля пошла гулять с детьми на улицу. Вовка попросила опять суши. Я вот наварила рис. Буду готовить. Мы как-то пошли в соседнее кафе поесть суши. Не хотелось так готовить. И знаете, мы заказали суши с авокадо. Четыре порции. Каждой порции по восемь штук. Ну что это такое восемь штук? Заплатили там семь с лишним тысяч, почти что восемь. И я про себя подумала, сколько я смогу авокадо купить на эти деньги. И сколько суши сделать смогу. И на самом деле это вообще не сложно. Если, конечно, там заморачиваться с рыбными, кто любит, кто ест, то это, конечно, наверное, сложнее. Не знаю. Но суши с авокадо сделать очень просто. Рис вот у меня сейчас теплый до сих пор. Я его пока буду раскладывать. Он остынет уже. Вот быстро сварила. Рис главное очень хорошо промывать. Сначала, если у меня время есть, я его замачиваю. А потом промываю минимум семь раз. Потому что в рисе очень много мышьяка. А это тоже тяжелые металлы, которые отравляют наш организм. Это такой сильный токсин. Поэтому, если вы любите рис, готовите. Я стараюсь как можно меньше с рисом что-то готовить. Но не получается. Он действительно вкусный. Дети любят. Чтобы минимизировать вот это воздействие, промывайте очень хорошо рис. Кто-то сначала кипятит, потом промывает еще раз. Можно и так делать. Но я замачиваю, потом промываю очень хорошо. Вот когда я начинала веганить, да, с моими союзниками, единомышленниками. Сейчас понимаю, что очень многие скатились опять там. Кто-то до молочки, до куриного мяса, яйца. Яйца прям для всех это святое. А все почему? Кто-то даже мясо полноценно стал есть. Некоторые перешли на сырое мясо. Я даже такие случаи знаю. Сырое мясо есть, это равносильно тому, что там есть младенцев. Даже если это хорошо для здоровья, это мерзко, ужасно и не про человека. Ну, так вот. В основном все скатываются из-за анализов. Культ анализов сейчас. Мне, кстати, недавно предлагали рекламировать одну фирму в Алматы. Лабораторию, не буду называть какую, хотя у нас их очень мало. Там может быть три. Ну, в общем, одна из трех. Еще и быть амбассадором. Я, конечно же, отказалась, потому что это вообще полный трэш. Анализы, анализы, все постоянно их сдают, мониторят. Вот эти вот мои знакомые, которые сошли с веганства, в основном из-за нехватки белка. Вот эта тема меня вообще поражает. Всем не хватает белка. Хотя посмотреть на этих знакомых, да, вот какие они упитанные, вообще бы они не скажут, что им не хватает белка. Понимаю, там вот в блокадном Ленинграде люди были. Ну, явно видно, что там истощенные, больные. И вот если бы хоть какой-то намек был на такое, я бы поверила. А здоровые люди, даже очень упитанные, им бы не мешало бы чуть-чуть скинуть там свои отеки и лишний жир. Нет, им не хватает белка. Они там активно пьют протеин, пьют яйца, сыры. Там везде эти яйца добавляют, чтобы им хватало белка. А его все равно не хватает. Ну, не знаю, может быть, уже и хватает. Я считаю, что на любом виде питания всегда всем хватает белка. Потому что все содержит белок, зелень, фрукты. И вот, например, если вы съели 700 грамм зелени, фруктов, там, например, 300 грамм, положим, белка. И вы съели стейк, в котором намного больше белка. Но в итоге усвоите вы из того же стейка не 100% белка, а всего лишь там процентов 10. Еще и печень свою напряжете. Потому что печени, на самом деле, не нужно много белка. Я понимаю, что сейчас очень много концепций. И каждый верит в свою. Но самое здравомыслящее, на мой взгляд, это все-таки медикам-медиум. И вот, я всем рекомендую интересоваться. Я не пропагандирую, не хочу даже рассказывать людям, учить кого-то. Я просто говорю, что прошло много всего. И сейчас вот для меня самая лучшая методика – это медикам-медиум, потому что в ней есть ответы на все вопросы. Даже там, где медицина закрывает глаза, не может найти ответа, там вы найдете ответ 100%. Давайте мыслить логически, подключать свою интуицию. Вот младенец на грудном вскармливании. Грудное молоко содержит 95% глюкозы и всего лишь 5% белка и жира. Из этого выходит что? Основное питание человека – это глюкоза, не жир, не белок. Вашей печени нужна глюкоза. И 90% проблем человечества из-за нехватки глюкозы. Ваша печень страдает от того, что ей не хватает глюкозы. У нее не хватает сил, чтобы очистить вас от токсинов, от всякой гадости, которая залежалась. Ой, кака уже болит держать. Не верьте мне, не верьте. Я вас прошу, не верьте. Сами проверьте, почитайте, изучите. В наше время невежество, незнание – это ваш выбор. Мне просто хочется, чтобы родители, дети были здоровы, счастливы и не мучились постоянными неприятными симптомами. Пожилой человек приходит в больницу, и им врачи говорят, а что вы хотели? Вам уже 70 лет, пора бы уже болеть. А на самом деле жить и умереть без неприятных симптомов возможно. У меня компотик тут варится, из обрезков яблок, из сухофруктов, всякое разное. Куда вы идете? Не знаю. Идите сюда. Мы не знаем. Сюда идите, Вовла. Ночью только решили, все-таки вышли на улицу. Вон там Ария бегает. Вовка, деловой, у него и аргамак, и баллон, и ледянка. Он о чем только не катался. Мы с Мартусей на аргамаке гоняем. Ой, сюда пошли. Вовке тяжело забираться. Я ему сто раз говорю, иди там, где не скользко. Он все равно по скользкому идет. Пытается забраться на горку. Она для них как Эверест. Ну все. Гоу втроем на аргамаке. Давай, двигайся. Вов, можешь? Да. Потому что ты не... Рулить не забывай. Ария, держись крепко. Они, короче, друг другу помогают забраться. В итоге по очереди падают. А когда забираются, то теряют баллон. Давай, Вовка, вперед. Смотри, вот помогает Ария ему. Сейчас они вместе упадут. Ой, не могу. Вот вы. Вот вы смешные. Вов, да ты с этой палкой, блин. Она тебе мешает. Убери ее. Вот. И сам забирайся. Все. У нас здесь дома вот конструируется непонятно что. Всеми. Клим с Дашей что-то тоже делает. В общем, весь дом вверх дном. Мы сделаем конструируется. Как говорит Даша, иди сюда. Меня компьютер. Нас. Все-все в реквизите. Это жалкая подделка. Это оригинал. Какой? Это жалкая подделка. Это непостоянный оригинал. Короче, моего внутреннего перфекциониста ломает от всего вот этого вот вида. Все по делу, все по делу. Смотри, вот. Хоп. Кофемашина пошла. Кофе налилось. И бабл кап добавляй. Нажарила картошки. В общем, сейчас поедим картошку. И будем спать. Давайте все по картошке аккуратно, горячо. Убери руки свои. Всем вот такие вот вафли были. Взяли. Все по одной съели. Марту сидит две в руках. И злится еще, что не отдает никому. Над столом ешь, Марта, пожалуйста. Молодец какая. Нежадная девочка. Вов, давайте уже ложимся. Все, все готовы. Ария, мировой ребенок. Наверху сам спит. Спокойной ночи, котенок. Эй, отойди. Копа. Акадь. Матуся. Все, бай. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Акадь. Ай, отойди. Эй, пацан, все нормально? Да. Минет. Все нормально? Пацан, все нормально? Да. Так, все, все, все. Все нормально? Все, споки. Да. Все, все нормально? Все, все нормально? Пока-пока! Пока-пока! Продолжение следует...